Защитник Родины, который идет в армию, это просто профессиональный убийца. Я, например, делаю фотографии, где люди сношаются. Вот у тебя опухоль, значит, все начинают сразу искать причину, почему это происходит. Либо ты плохо жил, либо ты какое-то аморальное существо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зареветь, убежать И лечить на замок И молчать, и лежать И изучать Так, полных лет сколько вам? Тридцать. Значит, скажите мне, пожалуйста, сахарного диабета у вас нет? Нет. Инфекционные заболевания такие как гепатит, туберкулез, ВИЧ-спит, аллергия на какие-либо лекарства, найдет. Хорошо. Тридцать, два сорок. Тридцать, два сорок. Тридцать, два сорок. Сидел на лавочке, забирал, забирал. Потом пришел домой и меня резко стукнуло в голову. Пау. Заболела голова, я начал ее глушить таблетками, поспал, сидела. А на следующее утро понял, что у меня уже отнимает рука и нога отнимается. Я получил свой снимок, выйдя из МФТ сразу, и даже не получая его, когда я слушал слова медсестры, которая сидела, снимала с меня это все, я смотрел чисто на экран компьютера, и там как раз была почему-то картинка самая жесткая выбрана, где мой череп и прям вот такая вот штука. Пау. И началось. И вот они мне ее вырезали в черепе, сделав мне какую-то подколу. И сказали, теперь жди 10 дней гистологии. Я валялся в больнице, по идее отходил, и вот когда они мне… я сразу понял, что там что-то уже не то, когда он мне сестры спрашивает, вы меня сегодня выписываете? Она говорит, да, выписывай. И ты говоришь, ну там же все в порядке, и тебе такие, ну, заходи, поговорим. И становится понятно, что если бы все в порядке, то заходи, поговорим не было. Я захожу, мне говорят, вот так дают быстро документы, говорят, ну все, иди, излучайся, облучайся и химичься. Они там наделали 3000 разных картинок, поэтому я сильно же в этом не разбираюсь, но там какие-то белый фон и черные шляпы. Мы же там посмотрели, по-моему, так говорим. А, нет. Я тебе попробую облавать. Вот, я тебе говорю осторожней. Вот эти дырочки, вот эти дырочки, вот эти три секции. Какая маленькая? Ну, а что у неё, не прикрыться. Уже. Замеч chce. Уже. 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 У меня уже колени трясутся. Немножечко упал, еще у меня из носа текло похолодило. В общем, я все разом, но это что-то по типу эпилептического припадка, то есть меня колбасит там, судороги, я отлетаю немного от реальности и чувствую, что у меня уже рука вот так начинает, а это признак того, что меня сейчас бомбанят, но я даже не успел никому это сообщить, меня начало колбасить, и я очнулся, вокруг меня уже люди, все нервничают, что же со мной случилось, но... Ну что, сказал, что это нормально? Да я пока ничего не успел сказать, но они уже вызвали скорую, отвели меня, умыли, но больше всего из-за этого фигово, что страх выйти на улицу, например, то есть выходишь на улицу и думаешь, ну вот сейчас меня приколбасит, где угодно, там, перехожу улицу, например, и меня прифигачивает. Поэтому это вроде, ну, на самом деле это длится секунд сорок, но это настолько ад, это такая сильнейшая судорога руки, которая аж прям переходит в тело. А потом на тебя нападает ужас, страх, и ты практически не можешь дышать, короче. То есть ты понимаешь, что сейчас вот это пройдет, потому что всего сорок секунд, но эти сорок секунд длятся вечности. А есть какие-нибудь группы там, ну вот мы больные раком, они собираются? Да, я думаю. Может, ходить. Это же психическая, психологическая поддержка. Да. Конечно. Это ты ничего не знаешь? Вообще, абсолютно, я же недавно в этой тусовке. А ты думаешь, они, то есть, готовились к этому, вот все эти люди? Я имею в виду. Они с детства изучали этот вопрос? Они давно там и изучили группу там. Сидели в смысле так, вот скоро будет рак, я уже готов. Я все знаю. Знаешь, не знаю. Я уже талончик взял к онкологу. На 2 июля. Понимаешь, они все готовы заранее, а ты вот тут что-то это, промахнулся с подготовкой. Я уже успел нафоткать первый кик. И скоро прибудет ко мне мой компьютер. Плохо, что будет. Заживу полной жизнью. Кстати, сошли мои ранения. Теперь у меня просто лицо в пятнах. Типа я какой-то приболевший парень. Ты там еще? Нет, я не там еще. Ну, пока другие дети бегали летом и гуляли, я сидел и решал задачки по астрономии. И нарешал до того, что, ну, участвовал в олимпиадах по астрономии. И по итогу этих олимпиад меня взяли в Санкт-Петербургский государственный университет. Ммм, нам отмех. Так, там я изучил астрономию и потерял к ней страсть. Там изучаете какой-нибудь странный компонент черной дыры и выводите формулы. И это теперь не настолько романтично, как смотреть на звезды. Знания есть, но только они никуда не применимы. Я делаю фотографии эротического содержания. Я пишу примерно такие же стихи. Но мне кажется, там все так не пошло и вообще не к этому ведет. Люди считают себя моральными, меня аморальными или еще что-то такое. Но я не вижу смысла в морали таком, как педалирование темы войны. То есть постоянно мы из детей дарим им автоматики. Мы дарим им фигурки с воинами. Мы заставляем их играть в сражения. Потом им становится побольше лет. Мы их тянем куда-нибудь на парад, где садим на танк. И мы приучаем, приучаем постепенно, что защитник Родины – это хороший человек. Но защитник Родины, который идет в армию – это просто профессиональный убийца. Я, например, делаю фотографии, где люди сношаются. И по идее, когда люди посмотрят на эти фотографии, и если они посношаются, то в хорошем варианте у них может появиться жизнь. И нельзя этого скрывать друг от друга, как бы, ну, в плане, что мы так шкеримся, и у нас до сих пор вызывают это такие зажатые темы, ну, об этом нельзя поговорить или еще что-то. В общем, странная вещь. Все начинают сразу искать причины, почему это происходит. Вот у тебя опухоль, значит, ты вот такой человек. Либо ты плохо жил, либо ты не какое-то аморальное существо. Но так же там лежишь в этой больнице и спускаешься на два этажа и видишь, как дети ходят с перевязанными головками, а им по два годика, то непонятно, ну, за что им-то это могло быть. Для чего она мне была дана? Ну, мне кажется, это просто теория вероятности. Люди заболевают. Бывает такое. И вот, когда ты заболеваешь, все начинают, появляются люди, которые рассказывают тебе кучу историй про то, как католическая церковь спасала многих людей, как православная. И вот эти все звонки постоянные, все хотят, поверь вот в это, поверь вот в это. Я на самом деле очень верю в медицину, потому что ее хотя бы спасительные методы и какие-то примеры спасения я видел в жизни. Ведь давно надо понять, болеют и верующие, и неверующие, и атеисты, и атеисты живут по сто лет, и верующие живут по сто лет. Хирург спас жизнь человеку, человек восхваляет Бога. Ну, то есть, непонятно, что происходит. Если записать все процессы, происходящие в мире в формулах, там, типа, вот эта штука нагрелась, мы записали такую формулу, вот здесь излучилось что-то, вот здесь поделились атомы, и каждый процесс, который происходит в эту секунду в мире, расписать, то это получится огромная база данных. И эта база данных, по идее, по-любому должна где-то храниться. То есть, невозможно, чтобы эти все процессы происходили, еще и постоянно они поддерживались. То есть, не все же распадается каждую секунду, а продолжается и продолжается. То есть, эти еще процессы, каждый с собой связанный, это огромнейшие формулы, еще больше базы данных. То есть, где-то есть что-то, которое содержит это все. То есть, просто как хотя бы большой, большой винчестер такой, на котором эти все формулы складываются и обрабатываются. То есть, понятное дело, должна существовать гипермашина, в плане это и будет Бог. Мы творим прогресс. Один человек что-то создал, другой подхватил и создал на его почве еще что-то. А третий в этот момент ковырялся в чьей-то черепной коробке обезьяны сперва там. Ковырялся, ковырялся, понял, что там происходит, потом начал ковыряться в человеческой. И по итогу, вот мы своими стараниями дошли хотя бы до того, что мы можем скрыть череп и достать оттуда опухоль. Ну и дальше езжу на облучение. У меня сделали такую маску из сеточки, которая ровно мое лицо прижимает к столу. И я лежу, и меня бомбят. Классно меня. Видно. Я всегда знал в своей жизни, что деньги это ничего не значащая штука. Но очень приятно, когда они есть. Но нету и нету, ладно. И вот, получив эту опухоль, я наоборот переоценил, что это супер важная вещь. Без нее ты вряд ли выживешь. Отбор тебе быстренько отсеет, потому что сейчас вроде бы такое случилось. Я смог там сделать пост, но собирать какие-то деньги, да, на свое обучение. Опять же, социальные сети все критикуют. Это очень крутая вещь, если она в правильное русло направлена. И я собрал бабосов, да. У меня есть друг, который мне помог, да, с этими всякими штуками. Я молод, я могу ездить даже на электричке в эти всякие облучательные штуки. И смотришь по больницам, ходишь, и там сидят тысячи бабушек, которые... Как они могут с этим справиться? Так ты, ну, если ты еще не самый кривой на свете человек, а более-менее симпатичный, то найдутся люди, которые будут тебе помогать, там еще что-то возить и всякое такое. А если ты бабушка, которую и так всем начхать, денег нихера нет, я не представляю, как можно выжить в ее условиях, в такой штуке. Да ничего, у меня ничего не было в итоге, естественно, но шок был сильный. Я помню, поливала уже в самом деле. Я вообще не понимала, ну, я тогда, видимо, ну, вообще не осознавала, насколько это серьезно. И твои вот переживания, я думаю, да чё ты меня, чё расстрессует. Ну, сколько это лет назад было? Мне кажется, я еще тогда даже не знала, что... Бывает вообще... Ну, как, да, эти страшные слова. Что-то вот спустя... Ну, не в университете, у меня ДК болею. И еще я тогда не... Как такое возможно, что она у тебя образовалась в голове, и что это первичный очаг, и что ты такой взрослый, и что он такой ровный, как доброкачественный. Может быть, он вырос 10 лет доброкачественным, а злокачественность только вот сейчас? Хм, может быть. Ну, там написано, что они могут добрые, 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 добрые. Да, они еще могут саморассосаться, я читала. Я тебе написала это раза три, наверное, когда я тебе... То есть, если бы... Это первое было, что я тебе про нее написала. Ну, а когда бы это случилось? Ну, или уже был в твоем случае... Нет, мы бы не узнали. То есть, она у меня выросла бы саморассосалась, а я бы в жизни не знал. Классно. Вот горы, классно. Вот я, пожалуйста, Ладожское озеро тебе открываю. Давай, Ладожское озеро мне открывай. Сейчас и ты скажешь, где класснее. Давай. А вот Нева. Нева. Спасибо. Уходя из мальчика. Волосы челкнули. Волосы, мальчика. Я буду. Вы что-то здесь наживаете? По камере. Они им отправляют, если бы, биопсию. Чтобы они сюда, а на другую улицу. Подождите, что такое биопсия? Биопсия это непосредственно... Нет, биопсия это когда непосредственно берут с... А гистология это вот то, что ты стеклышки вытаешь. Биопсия это когда пункции всякие делают. Когда вот тебе вырезали опуху, взяли из нее биопсию. Гистология это просто... И отправили на гистологию. Биопсия это когда берется вот сам материал. Сукула Darth Vader. Вот, ай... Ну, как будто страны. С одной стороны, в Мордонской площадке, деревья? Да? Нет, разве? Да. Ну, блин, давай, Миша, ложись. Там сзади просто вот это тыкается в спину. Тыкается. Так, хорошо, давай попробуем в эту сторону. Ой, я еще по ней хожу. Да, еще на ледмини все сплыла. Падла. Его горячая вода даже морила. Если бы твоя врач знала бы, куда ты идешь. Как барон, да? Блин, я сейчас посмотрю. А это невозможно. Эх, желаю. Потому что вода из этой ванны не уходит. Так, не знаю, как хотят. Да нет, мы все тут верим, что это была действительно нейробластома и редкий случай у взрослого человека в голове. Мы, видите, просто не получили еще списочки, поэтому, ну, вот эту новую гистологию. Главное, настрой. Главное, настрой. Всего спасибо большое. До свидания. До свидания. Просветка, просвечивайте. Так, ну это же тоже, наверное, лечите? Нет, нет, это анализ. Ну, смотрят, есть ли у меня метастазы в организме. А-а-а, подождите, то есть это рентгеновские лучи? Ну, магнитно-там, магнитные лучи, короче. Ну, то, что вот это название, это бывает у детей до пяти лет. Нейробластома? В голове его. То есть тут есть два варианта. Либо это нейробластома как редкость взрослого человека, либо это большая метастаза от чего-то другого. Что мы все на собственной сути. Я просто представляю, какие бы глаза были у нас у всех, кто бы не был. Как хорошо, что вы уйдете раньше. На опухоли жизнь не заканчивается. И не то, чтобы она как бы, типа такая, заново начинается, или новый этап. Ну, просто все происходит. Ну, когда мы заболеваем простудой, мы же не заканчиваем все свои дела, мы продолжаем жить, все точно так же, просто вылечиваем ее. Здесь тоже есть резон. Я просто жду излечения. Допустим, в худшем варианте его не произойдет. Ну, я, значит, по-любому умру. И хотелось бы, ну, последние эти там сколько лет будет прожить полной жизнью. Наконец-то попробовать пожить так, как не жил там. Может, пообщаться с людьми, с которыми тупил и не общался. Вплоть просто, не знаю, жить на полную катушечку. Конечно, потому что в детстве я хотел быть похожим на Лемаха. Я зачесывал волосы назад. И чтобы у меня вот так стояло, как у него. Ну, в плане волос, я имею в виду. И у меня, конечно, уже ничего не получалось. У меня все падало. Но я так хотел быть похожим, как на Кармена. Блин, самый удачный день в нашем свете. Самый кайф, когда ты выходишь, тебе дают бумажку. И там написано, что недостаток не обнаружено. Это хорошо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok